Эдгар Аллан По. Золотой жук. Читает Геннадий Постригайло. Глядите, он пляшет, как безумный. Тарантул укусил его. Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с некием Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде очень богат. Но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Селивановом острове, поблизости от Чарльстона в Южной Каролине. Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себя путь сквозь тину и густой камыш в убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарльстонской пыли, можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белый твердый как камень песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими судоводами. Кусты его достигают нередко 15-20 футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека. В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Многое в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу, или же бродить по прибрежнему песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы сам своим мирдам. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи. Однако ни угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим массобилом. Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения. Зимы на широте Соливаново острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 1812 года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечно зеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарльстоне, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал слабый огонь. Это было неожиданно, но весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев. Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности. Не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного по его словам доселе науки. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке. — А почему не сегодня? — спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете. — Если б я знал, что вы здесь! — воскликнул Легран. — Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали лейтенанта Джорджа из форта. И я, по какой-то глупости, отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. — Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг! — Что, восход солнца? — Да к черту солнца! Я о жуке. Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка, черных, как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое внизу. — А усики и голову? — Где же там олова масса вилл? Послушайте-ка меня! — вмешался Юпитер. — Жук весь золотой, чистое золото внутри и снаружи, только вот пятна на спинке. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел. — Допустим, чтоб все это так, и жук из чистого золота, — сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства. — Но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? — Действительно, жук таков, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск. — В этом вы и сами сможете завтра же убедиться. А пока что я покажу вам, каков он на вид. Легран сел за столик, где было перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но и там ничего не нашел. — Не беда, — промолвил он наконец. — Обойдусь этим. Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться, а зноб мой все еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался гром кила и царапание у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный Ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи. Я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда пес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке, и, по правде сказать, был немало озадачен рисунком своего друга. — Что же, — сказал я, наглядевшись на него вдосталь, — это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка. Никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. — Да что там походит? В форме на череп. — Череп? — отозвался Легран. — Пожалуй, что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно счесть за скал черепа. — Может быть, что и так, Легран, — сказал я ему, — но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами. — Ну, как вам угодно, — отозвался он с некоторой досадой. — Но, по-моему, я рисую недурно. По крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и, позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться. — В таком случае вы дурачите меня, мой милый друг, — сказал я ему. — Вы нарисовали довольно порядочный череп. Готов допустить даже, хотя и полный профан в остеологии, что вы нарисовали замечательный череп, и если ваш жук на самом деле похож на него, то это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Я не сомневаюсь, что вы назовете его Скоробеус Капут Гоменис, жук-голова человека, или как-нибудь еще в этом роде. Естественная история полна подобных наименований. — Ну, хорошо. А где же у него усики? — Усики? — повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа. — Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете. — Не стоит волноваться, — сказал я. — Может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. И я отдал ему рисунок, без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук, как две капли воды, походил на череп. Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то этак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже промолчать. Как видно, он погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь настроением хозяина, решил вернуться домой. Легран меня не удерживал, однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее обычного. По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарльстоне Юпитер. Я никогда не видел старого добряка-негра таким удрученным, и меня охватила тревога, уж не случилось ли чего с моим другом. — Ну, Юб, — сказал я ему, — что там у вас, как поживает твой господин? — По чести говоря, Масса, он нездоров. — Нездоров? Ты пугаешь меня. И на что он жалуется? — В том-то и штука. Ни на что он не жалуется, но он очень болен. — Очень болен? Юпитер, что ж ты сразу мне не сказал? Он лежит в постели? — Где там лежит? Его и с собаками не догонишь. В том-то и горе. Ох, болит у меня душа, бедный мой Масса Вилл. — Юпитер, я хочу все-таки знать, в чем там у вас дело. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил ли он тебе, что у него болит? — Вы не серчайте, Масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему Масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гус, и почему он все время считает? — Что он делает? — Считает, да цифры пишет. Таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. Вчера проворонил, он убежал, солнце еще не вставало, и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет. Да пожалел, старый дурак. Уж очень он грустный вернулся. — Как? Что? Отлупить его? Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой. Не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что. Как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина, или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что-то дурное после того, как я приходил к вам? — После того, как вы приходили, Масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось, в тот самый день приключилось. — Что? О чем ты толкуешь? — Известно, Масса, о чем. О жуке. — О чем? — О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил Масса Вилла в голову. — Золотой жук укусил его? — Эка, напасть. — Вот-вот, Масса, очень большая напасть. И когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука. Бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его, да и выронил, тут же выронил. Вот тогда жук, наверное, и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась, и я сразу решил голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги, да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул. Вот что я сделал. Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук, и это причина его болезни? Ничего я не думаю, точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я много кое-чего слыхал про таких золотых жуков. А откуда ты знаешь, что ему снится золото? Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю. Ну, хорошо, Юб, может, ты и прав. Ну, а каким же счастливым обстоятельством я обязан чести твоего сегодняшнего визита? О чем это вы толкуете, масса? Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна? Нет, масса, но он приказал передать вам вот это. И Юпитер вручил мне записку следующего содержания. Дорогой Энн, почему вы совсем перестали бывать у нас? Неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою резкость? Нет, надеюсь, что это, конечно, не так. За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как за это браться, да и рассказывать ли вообще. Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юп вконец извел меня своим непрошенным попечением. Вчера, представьте, он приготовил огромнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день один в горах на материке. Кажется, только нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки. Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось. Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером, очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по одному важному делу, поверьте, что это дело великой важности. Ваш, как всегда, Уильям Легран. Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так не похож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за дело великой важности может быть у него, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром. Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть косу и лопаты, как видно, совсем новые. Что это, Юп? спросил я. Коса и еще две лопаты масса. Ты совершенно прав, но откуда они взялись? Масса вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег. Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему масса виллу коса и лопаты? Зачем я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке. Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься, и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Мол-3, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три часа пополудни. Легран ожидал нас с поздороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чем еще говорить, я спросил, получил ли он от лейтенанта Джорджа своего золотого жука. — О, да, ответил он, заливаясь ярким румянцем, на следующее же утро. Никто не разлучит теперь меня с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав? — В чем Юпитер был прав? — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие. — Жук из чистого золота. Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен. — Этот жук принесет мне счастье, продолжал Легран, торжествующий усмехаясь. Он вернет мне утраченное родовое богатство. Ну, что ж тут удивительного, что я его так ценю. Он не спослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. — Юпитер, пойди, принеси жука. — Что? Жука масса. Я не буду связываться с этим жуком. Несите его сами. Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он его хранил. Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть никаких сомнений. Натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка и ниже с другой еще одно подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и блестели действительно как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая все это, можно было не так уж строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой. «Я послал за вами», начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр. «Я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли судьбы и жука». «Дорогой Легран», воскликнул я, прерывая его, «Вы совсем больны, вам надо лечиться. Ложитесь сейчас же в постели, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче, вас лихорадят». «Пощупайте мне пульс», сказал он. Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было. «Ну, бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета, прежде всего в постель, а затем вы заблуждаетесь», прервал он меня. «Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться». «А как это сделать?» «Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас там успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет». «Я буду счастлив, если смогу быть полезным», ответил я. «Но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?» «Да». «Ну, если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее». «Жаль, очень жаль, нам придется идти одним». «Идти одним?» «Он действительно сумасшедший». «Погодите, сколько времени вы намереваетесь там пробыть?» «Ну, должно быть всю ночь. Мы выйдем в сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой, что бы там ни было». «А вы поклянетесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом». «Да, обещаю, скорее в путь, время не ждет». С тяжелым сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около четырех часов дня, когда мы пустились в путь Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты. Он настоял на этом нет избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был приупрямый. Чертов жук! Вот единственное, что я услышал от него за все путешествие. Мне поручили нести два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее, я пока решил ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо энергичные меры. Я несколько раз пытался завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним, и, довольны этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров, и на все мои расспросы отвечал односложно «Увидим». Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, заприметил, посещая эти места до того. Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это было плато, раскинувшееся у подножья почти неприступного склона и поросшее лесом отнизу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость. Плоскогорье, по которому мы поднимались, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без косы нам сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которая стояла окруженная десятком дубов и далеко превосходила и эти дубы и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственности общих очертаний. Когда мы пришли наконец к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли тот взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом, внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен, Юпитер сказал просто «Да, масса, еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться». «Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно и мы ничего не успеем сделать». «Высоко залезть, масса?» спросил Юпитер. «Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну. Эй, погоди, возьми жука». «Жука?» масса вилл, золотого жука, закричал негр, отшатываясь в испуге. «Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму». «Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его вот так на шнурке, но если ты вовсе откажешься взять жука, мне придется, как это не грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой». «Ну и совсем ни к чему шуметь, масса», сказал Юпитер, как видно престиженный и ставший более сговорчивым. «Всегда вы броните старого негра, а я пошутил и только. Что я боюсь жука? Подумаешь, жук». И осторожно взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево. Тюльпановое дерево, или лириодендрон тулипифирум, великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако, по мере того, как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, и вместе с тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая пальцами босых ног неровности коры для упора и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свою миссию выполненной. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте в шестьдесят или семьдесят футов. — Куда мне лезть дальше, массовил? — спросил он. — По толстому суку вверх, вон с той стороны, — ответил Легран. Негр тотчас повиновался, лезть было должно быть нетрудно. Он поднимался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос, как будто издалека. — Сколько еще лезть? — А где ты сейчас? — спросил Легран. — Высоко, высоко, — ответил негр. — Вижу верхушку дерева, а дальше небо. — Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез. Сколько ветвей ты миновал? — Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной пять ветвей масса. Поднимись еще на одну. Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви. — А теперь, Юп, закричал Легран вне себя от волнения, ты полезешь по этой ветве, пока она будет тебя держать, а найдешь что-нибудь, крикни. Если у меня еще оставались какие-то сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не стало. Увы, он был сумасшедший. Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера. — По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая. — Ты говоришь, что она сухая, Юпитер? — закричал Легран прерывающимся голосом. — Да, масса мертвая, готова для того света. — Боже мой, что же делать? — воскликнул Легран как видно в отчаянии. — Что делать? — откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово. — Вернуться домой и сразу в постель. Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали. — Юпитер! — закричал он, не обращая на мои слова никакого внимания. — Ты слышишь меня? — Слышу, масса вилл, как не слышать? — Возьми нож, постругай эту ветвь, может быть, она не очень гнилая. — Она, конечно, гнилая, — ответил негр немного спустя. — Да не такая гнилая, пожалуй, я немного продвинусь вперед, но только один. — Что это значит? Разве ты и так не один? — Я про жука. Жук очень-очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит. — Старый плут, — закричал Легран с видимым облегчением. — Не гради вздора. Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня? — Ну как не слышать, масса? Нехорошо так ругать бедного негра. — Так вот, послушай, если ты проберешься еще немного вперед, осторожно, конечно, чтобы не грохнуться вниз, и если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар сразу, как только ты спустишься. — Хорошо, масса вилл, лезу, — очень быстро ответил Юпитер. — А вот уже и конец. — Конец ветви, скричал Легран, ты правду мне говоришь, ты на конце ветви? — Не совсем на конце, масса. — Ой, ой, господи, боже мой, что это здесь на дереве? — Ну, крикнул Легран очень довольный, что ты там видишь? — Да ничего, просто череп, кто-то забыл свою голову здесь на дереве, а вороны склевали все мясо. — Ты говоришь череп? Отлично, а как он там держится? Почему он не падает? — А верно ведь, масса, сейчас погляжу, что за притча такая? Большой длинный гвоздь, череп прибит гвоздем. — Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня? — Слышу, масса. — Слушай меня внимательно. Найди левый глаз у черепа. — Ого, да, а где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый? — Ух, какой ты болван, Юпитер. Знаешь ты, где у тебя правая рука, где левая? — Знаю, как же не знать. Левой рукой я колю дрова. — Правильно, ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа? Ну, то место, где был левый глаз. Юпитер долго молчал, потом сказал, — Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа. Но у черепа нет левой руки. Ну, что ж, на нет и суда нет. Вот, я нашел левый глаз. Что мне с ним делать? пропусти сквозь него жука и спусти его вниз. Сколько хватит шнура? Только не урони. Пропустил, масса вилл. Это самое плевое дело, пропустить жука через дырку. Смотрите-ка. Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если бы Юпитер сейчас отпустил шнурок, то упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в 9-12 футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз. Забив колышек точно в том месте, куда упал жук, мой друг вытащил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева как раз напротив забитого колышка, он протянул ее прямо до колышка, после чего, продолжая разматывать ленту назад, отмерил еще 50 футов. Юпитер с косой в руках шел перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром примерно в 4 фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, сам взял лопату и приказал нам копать. Откровенно скажу, я не питаю склонности к такого рода забавам даже при свете дня. Теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы, но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем самым усугублять его душевное беспокойство. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы сейчас силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что Долеграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на юге манией кладоискательства, и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверное, упрямством Юпитера, затвердившего, что найден жук из чистого золота. Подобные мании могут легко подтолкнуть к помешательству неустойчивый разум, особенно, если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. В конце концов, я решил проявить добрую волю, поскольку не видел иного выхода, и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его замысла. Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу, и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений. Так мы копали не менее двух часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству на отдых. Точнее, боялся лигран. Я был бы только доволен, если бы смог при содействии постороннего человека вернуть домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом немалую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату. После двух часовых трудов мы вырыли яму глубиной в пять футов. Однако никаких признаков клада видно не было. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако лигран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова принялся за работу. Яма уже имела четыре фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного лиграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом углубили яму еще на два фута. Результаты остались все теми же. Мой золотоискатель, которого мне было искренне жаль, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал. Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки свой самодельный намордник, и мы двинулись в путь домой, не произнеся ни слова. Не успели пройти мы и десятка шагов, как Легрант с громким проклятием повернулся к негру и крепко схватил его за ворот. Пораженный Юпитер разъянул рот, выпучил глаза и, уронив лопатой, упал на колени. Каналья, с трудом промолвил Легрант сквозь сжатые зубы, проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай без уверток, где у тебя левый глаз? Помилуй Богу, масса вилл, вот у меня левый глаз, вот он, ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на правый глаз и, прижимая его изо всей мочи, словно страшась, что его господин вырвет ему этот глаз. Так я и думал, я знал, ура, закричал Легрант, отпуская негра. Он исполнил несколько сложных танцевальных фигур, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно окаменев, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня на хозяина. — За дело, сказал Легрант, вернемся, мы еще выиграем эту игру. И он повел нас обратно к тюльпановому дереву. — Ну, Юпитер, сказал Легрант, когда мы снова стояли втроем у подножия дерева. — Говори, как был прибит этот череп к ветке, лицом или наружу? — Наружу, масса, так, чтобы вороны могли клевать глаза без хлопот. — Теперь говори мне, в какой ты глаз опустил жука, в тот или этот? Иллигран тронул пальцем сперва один глаз Юпитера, а потом другой. — В этот самый, масса, в левый, как вы велели. Юпитер указывал пальцем на правый глаз. — Отлично, начнем все сначала. С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне показалось, появилась теперь некоторая система, вытащил колышек, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три дюйма к западу. Затем, связав землемерной лентой колышек со стволом дерева, он отмерил еще пятьдесят футов до новой точки, отстоявшей от нашей ямы на несколько ярдов. Мы очертили еще раз круг, несколько большего диаметра, чем предыдущий, и снова взялись за лопаты. Я смертельно устал, но, хотя и сам еще не отдавал себе в том отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, вероятно, оказало на меня свое действие. Продолжая усердно копать, я ловил себя несколько раз на том, что и сам со вниманием гляжу себе под ноги, в яму, словно тоже ищу над ней ее мифическое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эти странные прихоти мысли овладевали мною все настойчивее, когда нас опять всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он лаял из озорства или же из каприза, то теперь его беспокойство было нешуточным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напялить ему намордник, и, прыгнув в яму, стал яростно разгребать лапами землю. Через пять-шесть секунд он отрыл два человеческих скелета, а вернее груду костей, перемешанных с обрывками полуистлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой, и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько монет, золотых и серебряных. При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работу. Не успел он вымолвить эту просьбу, как я оступился и тут же упал ничком, зацепившись ногой за большое железное кольцо, прикрытое рыхлой землей. Теперь работа пошла уже не на шутку. Лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли прекрасно сохранившийся продолговатый деревянный сундук. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сколочен, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке, вероятно, было пропитано двуххлористой ртутью. Сундук был длиною в три с половиной фута, шириною в три фута и высотой в два с половиной. Он был надежно окован железными полосами и обид заклепками. Прикрещиваясь, железные полосы покрывали сундук, образуя как бы решетку. С боков сундука под самую крышку было ввинчено по три железных кольца, всего шесть колец, так что за него могли взяться разом шесть человек. Взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвижных болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены. Чувства, с которыми я взирал на сокровище, не передать словами. Прежде всего, я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был словно поражен громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровище свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь. И все это сделал золотой жук, милый золотой жук, бедный золотой жучок, а я-то его обижал, я бронил его, и не стыдно тебе, старый негр, отвечай. Я оказался вынужденным призвать их обоих и слугу и господина к порядку. Нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, и до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на раздумья. Наконец, мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего, тоже не без труда, вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не раздевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, ведь и человеческая выносливость имеет предел, мы закусили и дали себе отдых до двух часов, после чего, захватив три больших мешка, отыскавшихся к нашему счастью тут же на месте, мы поспешили назад. Около четырех часов, ночь уже шла на убыль, мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на три примерно равные части, бросили ямы, как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкой леса. Мы изнемогали от тяжкой усталости, но внутреннее волнение нас не оставляло. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища. Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало, видно было, что их бросали в сундук неглядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее, чем на 450 тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки, французская, испанская и немецкая, несколько английских геней и еще какие-то монеты нам совсем незнакомые. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Американских не было ни одной. Определить стоимость драгоценности было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было 110 бриллиантов, и среди них ни одного мелкого. Мы нашли 18 рубинов удивительного блеска, 310 превосходных изумрудов, 21 сапфир и один опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправ и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплющены молотком, видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценности. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений. Около 200 массивных колец и серег, золотые цепочки, всего 30 штук, если не ошибаюсь, 83 тяжелых больших распятия, 5 золотых кадильниц огромной ценности, большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы, две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещиц, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал 350 английских фунтов. Я уж не говорю о часах, их было 197 штук, и трое из них стоили не меньше, чем по 500 долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизмы, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия, некоторые безделушки мы сохранили на память, оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной. Когда наконец мы завершили осмотр, и владевшее нами необычайное волнение чуть-чуть поутихло, Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности. — Вы помните, — сказал он, — тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. — Вспомните так же, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите. Потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спинке жука, и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. И все же насмешка ваша задела меня. Я считаюсь недурным рисовальщиком. Поэтому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь. — Клочок бумаги, вы хотите сказать? — заметил я. — Нет, я сам так думал вначале. Но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий притонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мной рисунок не был похож на тот, который я увидел сейчас, хотя в их общих чертах и можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напомнил моего жука и размером, и очертаниями. Невероятное совпадение на минуту меня ошеломило. Это обычное следствие такого рода случайностей. Рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совершенно ясно отчетливо помнил, что когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было никакого другого рисунка. Я был в этом совершенно уверен потому, что, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы, конечно, его заметил. Здесь стоилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам уже тогда, в этот первый момент, где-то в далеких тайниках моего мозга, чуть мерцало, подобное светлячку, то предчувствие, которое столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил все дальнейшие размышления до того, как останусь один. Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому исследованию стоявшей передо мной задачи. Прежде всего, я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать листок или что-нибудь еще, чтобы защитить свои пальцы. В ту же минуту мы одновременно увидели этот пергамент. Мне показалось тогда, что это бумага. Пергамент лежал полузарытый в песке, и только один его уголок торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, что пролежал он здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось. Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Джорджа, я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро сунул жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал жука, быть может, боясь, что я передумаю, ведь вы знаете, как горячо он относится ко всему, что связано с естествознанием. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совершенно машинально. Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая искать какой-нибудь старый конверт, и нащупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне. Эти обстоятельства имеют большое значение. Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка. Неподалеку от шлюпки пергамент. Не бумага, заметьте, а пергамент, на котором был нарисован череп. Вы, конечно, спросите, где же здесь связь? Я отвечу, что череп всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа. Итак, я уже сказал, то была не бумага, а пергамент. Пергамент сохраняется очень долго, то, что называется вечно. Его редко используют для ординарных записей уже потому, что писать или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был нарисован не спроста, а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на формат пергамента. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был лист пергамента, предназначенный для памятной записи, которую следует тщательно и очень долго хранить. Все это так, прервал я Леграна. Но ведь вы сами сказали, что когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа. Как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетели, что этот череп был нарисован один только бог знает кем, уже после того, как вы нарисовали жука? Ха-ха, здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути, логика же допускала только одно решение. Рассуждал я примерно так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам, и пристально за вами следил, пока вы не вернули мне пергамент. Следовательно, не вы нарисовали там череп. Однако, помимо вас, нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. А откуда же он взялся? Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода. О, редкий счастливый случай, в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел у стола. Ну, а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент, и вы стали его разглядывать, вбежал волк, наш Ньюфаундленд, и бросился вас обнимать. Левой рукой вы гладили пса, стараясь его отстранить, а правую руку с пергаментом опустили между колен совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул, и хотел уже вам об этом сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла. Вы, конечно, слыхали, что с давних времен существуют химические составы, при посредстве которых можно тайно писать и на бумаге, и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру в царской водке и разведите потом в четырехкратном объеме воды. Чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в нашатырном спирте, они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично. Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка, я имею в виду очертания и его близкие к краю пергамента, выделялись отчетливее. Значит, действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал нагревать пергамент под пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно. Когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок. Ха-ха-ха, рассмеялся я. Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами, полтора миллиона долларов не тема для шуток, но прибавить еще звенок вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пираты и коза несовместимы, пираты не занимаются скотоводством, это прерогатива фермеров. Но я же сказал вам, что это была не коза. Не коза, так козленок, не вижу большой разницы. Большой я тоже не вижу, но разница есть, ответил Легран. Сопоставьте два слова, кид, козленок, и кидд. Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде? Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. Подпись я говорю потому, что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том самом месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу в свою очередь наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного текста моего воображаемого документа. Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо? Ну да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже обладевало непобедимое чувство огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук из чистого золота сильно подействовала на меня. К тому же, это удивительная цепь случайности и совпадений. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, быть может, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепе и никогда не стал бы владельцем сокровищ. Хорошо, а что же дальше? Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых кидом и его сообщниками где-то на Атлантическом побережье. В основе этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести. На мой взгляд, это значит, что клад до сих пор не найден. Если бы кид сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, а находки в них нет ни слова. Но если бы пират отрыл сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потеря карты, где было обозначено местонахождение клада, помешало киду найти его и забрать. О несчастье киду проведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы о зарытом сокровище. Их бесплодные поиски, предпринятые на удачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Доводилось ли вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад? Нет, никогда. А ведь всякий знает, что кид владел несметным богатством. Итак, я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, ограничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу кида. И что вы предприняли дальше? Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Когда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте, я осторожно обмыл его теплой водой, затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на уголье. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминающие цифры, и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком. Сейчас я вам покажу. Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным виднелись непонятные знаки. Что ж, сказал я, возвращая Леграну пергамент, меня это не подвинуло бы ни на шаг. За все алмазы и галконды я не возьмусь решать подобную головоломку. И все же, сказал Легран, она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, шифр. Иными словами, они скрывают словесную запись. Кид, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но при том такой, который, незатейливой фантазии моряка, должен был показаться совершенно непостижимым. И что же, вы сумели найти решение? С легкостью. В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям. Я пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь. Последующие трудности для меня просто не существуют. Прежде всего, как всегда в таких случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принципы решения, в особенности это относится к шифрам простейшего типа, в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решения. С нашим пергаментом такой трудности не было, подпись давала разгадку. Игра словами кид и кидд возможна лишь по-английски. Если бы не это, я начал бы поиски с других языков. пират испанских морей скорее всего избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал, что криптограмма написана по-английски. Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача была бы намного проще, если бы отдельные слова были выделены просветами. Я начал бы тогда с анализа и с лечения более коротких слов, и как только нашел слово из одной буквы, ну, например, местоимение Я или союз И, счел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу. Знак 8 встречается 34 раза. Знак точка с запятой встречается 27 раз. Знак 4 встречается 19 раз. Знак закрытая скобка встречается 16 раз. Знак решетка встречается 15 раз. Знак звездочка встречается 14 раз. Ну, и так далее. В английской письменной речи самая частая буква И. Далее идут в нисходящем порядке A-O-I-D-H-N-R-S-T и так далее. Буква И, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения. Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в начале работы. Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву И английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква И очень часто удваивается, например, в словах meet или fleet, speed или sit, sin, win, ну и так далее. Хотя криптограмма невелика, знак 8 стоит в нем дважды подряд не менее пяти раз. Итак, будем считать, что 8 это И. Самое частое слово в английском определенный артикль З. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности и оканчивающиеся знаком 8. Если таковое найдется, это будет по всей вероятности определенный артикль З. Приглядевшись, находим не менее семи раз сочетание из трех знаков точка с запятой 4 и 8. Итак, мы имеем право предположить, что знак точка с запятой это буква Т, а цифра 4 буква H. Вместе с тем подтверждается, что 8 действительно И. Мы сделали важный шаг вперед. То, что мы расшифровали целое слово потому так существенно, что позволяет найти границы других слов. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные буквы и слова. Я познакомил вас с общей структурой шифра и, надеюсь, убедил, что он поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном виде. Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле 21 градус и 13 минут севера северо-восток. Главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, стреляя из левого глаза мертвой головы, прямая от дерева через выстрел на 50 футов. Да, ну что ж, сказал я, загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину? Трактиры епископа, мертвую голову, чертов стул? Согласен, сказал Легран. Текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу. Расставить точки и запятые? Ну да, в этом роде. И как же вы это сделали? Я исходил из того, что автор намеренно писал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем самым задачу. Причем человек не слишком утонченный, задавшись такой целью, легко ударяется в крайность. Там, где в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на записи и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз. Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле. 21 градус и 13 минут северо-северо-восток. Главный сук седьмая ветвь восточная сторона. Стреляй из левого глаза мертвой головы. Прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов. Ну, запятые точки расставлены, сказал я, но смысла не стало больше. И мне так казалось первое время, сказал Легран. Сперва я расспрашивал всех, кого не встречал, нет ли где по соседству с островом Соливановым какого-нибудь строения, известного под названием трактир епископа. Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и повести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, может быть, это название трактир епископа Бишоп Хостел нужно связать со старинной фамилией Бессоп, владевшей в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось с трактиром епископа и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес. Я обещал ей хорошо заплатить за труды, и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной. Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся кругом. Трактир оказался нагромождением скал и утесов. Одна скала, стоявшая особняком, выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искусственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше. Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале на восточном ее склоне, примерно в ярде от того места, где я стоял. Выступ имел ширину около фута и выдавался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших прапрадедов. Я сразу понял, что это и есть чертов стул и что я проник в тайну записи на пергаменте. Хорошее стекло могло означать только одно подзорную трубу. Моряки часто пользуются словом стекло в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. Слова «двадцать один градус и тринадцать минут» и «северо-северо-восток» указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в трактир епископа. Опустившись на чертов стул, я убедился, что сидеть на нем можно только в одном направлении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано «северо-северо-восток». Следовательно, двадцать один градус и тринадцать минут значили высоту над видимым горизонтом. Сориентировавшись по карманному компасу, я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее вверх, пока взор мой не задержался на круглом просвете в листве огромного дерева, поднявшего высоко свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав получше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп. Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ стреляя из левого глаза мертвой головы допускает тоже лишь одно толкование и указывает на местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа, а потом провести прямую, то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через выстрел место падения пули на 50 футов вперед. Там по всей вероятности и было зарыто сокровище. Да, все это выглядит убедительно, сказал я, и при некоторой фантастичности все же логично и просто. И что же вы сделали, покинув трактир епископа? Хорошенько приметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с чертова стула, круглый просвет исчез, и сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то и состояло все остроумие замысла, что просвет в листве дерева, как я убедился несколько раз вставая и снова садясь, открывался зрителю с одной лишь единственной точки, с узкого выступа в этой скале. К трактиру епископа мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, приметил за эти дни, что я веду себя как-то странно, и потому не отставал от меня ни на шаг. Но на завтра я встал чуть в свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать, они вам известны. Значит, в первый раз вы ошиблись местом из-за Юпитера. Он опустил жука в правую глазницу черепа вместо левой. Разумеется, разница в выстреле, ну, иными словами, в положении колышка, не превышала двух с половиной дюймов. И если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустячна. Но ведь линия через выстрел лишь указывала нам направление, по которому следовало идти. И по мере того, как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало, и когда я прошел пятьдесят футов, клад остался совсем в другой стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровище здесь, наши труды пропали бы даром. Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом, в пустую глазницу которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов, в этом чувствуется некий поэтический смысл. Быть может, вы правы, хотя я лично думаю, что практически смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с чертова стула столь малый предмет можно только в единственном случае, если он будет белый. А что тут может сравниться с черепом? Череп ведь не темнеет от бурь и дождей. Напротив, он становится все белее. Ну, а ваши высокопарные речи и верчения жука на шнурке «Что это за странное чудачество? Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули? Ну, что же, не скрою. Ваши намеки на то, что я не в себе рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией в моем вкусе. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, сама эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью. Понятно. Ответьте еще на последний вопрос. А откуда взялись эти скелеты в яме? Ну, об этом я знаю не больше вашего. Тут допустимо, по-видимому, только одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кид, если именно он владелец сокровища, в чем я совершенно уверен, не мог обойтись без подручных. Когда они, выполнив все, что им было приказано, стояли внизу в яме, Кид рассудил, наверное, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело, а может, и целый десяток, кто скажет. Эдгар Алан По Лягушонок Читает Геннадий Постригайло Я в жизни грузные, главным образом широта, и ради нее он готов был пожертвовать глубиною. Он предпочел бы гаргонтьюара бле задигу Вольтера, и, в общем, ему больше нравились смешные выходки, чем словесные остроты. В эпоху, к которой относится мой рассказ, профессиональные шуты еще не перевелись при дворах. В некоторых великих континентальных державах имелись придворные дураки, носившие пестрое платье и колпак с погремушками, и обязанные отпускать остроты по первому требованию за объедки с королевского стола. Разумеется, и наш король держал при своей особе дурака. Правду сказать, он чувствовал потребность в некоторой дозе глупости, хотя бы только в качестве противовеса к утомительной мудрости семи премудрых министров, не говоря уже о его собственной. Однако его дурак, то есть профессиональный шут, был не только дурак. В глазах короля он имел тройную цену, потому что был и карлик, и калека. Карлики при тогдашних дворах были явлением столь же обычным, как и дураки. И многие короли не знали бы, как скоротать время, а время при дворе тянется томительнее, чем где-либо, не будь у них возможности посмеяться над шутом или карликом. Но, как я уже заметил, шутники в девяносто девяти случаях из ста тучны, пузаты и неповоротливы. Ввиду этого наш король немало радовался тому, что в лице лягушонка, так звали шута, обладает тройным сокровищем. Я не думаю, чтобы имя лягушонок было дано этому карлику восприемниками при крещении. Вернее всего, оно было пожаловано ему с общего согласия семи министров за его неумение ходить по-людски. Действительно, лягушонок двигался как-то порывисто, не то ползком, не то прыжками. Его походка возбуждала безграничное веселье и немало утешала короля, считавшегося при дворе красавцем, несмотря на огромное брюхо и природную одутловатость лица. Но, хотя лягушонок мог передвигаться по земле или по полу только с большим трудом, чудовищная сила, которой природа одарила его руки, как бы возмещение слабости нижних конечностей, позволяла ему проделывать изумительные штуки, когда можно было уцепиться за ветки или веревки или надо было куда-нибудь взобраться. В таких случаях он больше походил на белку или обезьянку, чем на лягушку. Я не знаю точно, откуда был родом лягушонок. Во всяком случае, из какой-то варварской страны, о которой никто ничего не слышал и далекой от двора нашего короля. Лягушонок и молодая девушка, почти такая же карлица, как он, но удивительно пропорционально сложенная и превосходная танцовщица, были оторваны от своих родных очагов и посланы в подарок королю одним из его непобедимых генералов. Не мудрено, что при таких обстоятельствах между двумя маленькими пленниками возникла тесная дружба. В самом деле, они вскоре сделались закадычными друзьями. Лягушонок, который, несмотря на свои шутки, отнюдь не пользовался популярностью, не мог оказать трепетте, так звали девушку, больших услуг. Но она, благодаря своей грации и красоте, пользовалась большим влиянием и всегда готова была пустить его в ход ради лягушонка. Однажды, по случаю какого-то важного события, какого именно не помню, король решил устроить маскарад. А всякий раз, когда при нашем дворе устраивался маскарад или что-нибудь в этом роде, лягушонку и трепетте приходилось демонстрировать свои таланты. Лягушонок был очень изобретателен по части декораций, новых костюмов и масок, так что без его помощи решительно не могли обойтись. Наконец наступил праздничный вечер. Под надзором трепетты роскошная зала была убрана всевозможной мишурой, придававшей блеск и роскошь маскараду. Весь двор томился в лихорадочном нетерпении. О масках и костюмах участники маскарада позаботились заранее. Многие приготовили их в согласии с теми ролями, которые решили взять на себя за неделю и даже за месяц. Все придворные были готовы начать маскарад, кроме короля и семи министров. Почему они медлили, я не могу объяснить. Может быть, шутки ради, но, вернее всего, затруднялись придумать что-либо вследствие своей толщины. Однако время уходило, и в конце концов они послали за лягушонком и трепетой. Когда маленькие друзья явились на зов короля, он сидел со своими министрами в зале совета за бутылкой вина, но, казалось, был в очень дурном расположении духа. Он знал, что лягушонок не любит вина, так как оно доводило бедного коллегу почти до безумия, а безумие совсем неприятно. Но король был большой шутник, и потому заставил лягушонка, как выразилось его величество, пить и веселиться. Пойди-ка сюда, лягушонок, сказал он, когда шут и его подруга вошли в комнату. — Осуши этот стакан за здоровье своих отсутствующих друзей, лягушонок вздохнул, и помоги нам своей изобретательностью. Нам нужны костюмы, что-нибудь новое и небывалое. Нам нас кучило одно и то же. Ну же, пей, вино прочистит тебе мозги. Лягушонок попытался ответить шуткой на любезность короля, но испытание оказалось слишком трудным. Был как раз день рождения бедного карлика, и приказание выпить за здоровье отсутствующих друзей вызвало слезы на его глазах. Тяжелые горькие капли закапали в кубок, когда шут с поклоном принял его из рук тирана. — Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! — загоготал последний, когда карлик с отвращением осушил кубок. — Вот что значит стакан хорошего вина! Сразу глаза заблестели! Бедняга! Его глаза скорее засверкали, чем заблестели, потому что действие вина на его легко возбуждаемый мозг было сильно и мгновенно. Судорожным движением он поставил кубок на стол и обвел присутствующих уже полубезумным взглядом. Все, по-видимому, находили королевскую шутку крайне забавной. — А теперь к делу, — сказал первый министр, человек очень тучный. — Да, подтвердил король, помоги же нам, лягушонок, нам нужны характерные костюмы, мой милый, нам всем не хватает характера, всем. И так как он всерьез посчитал это удачной шуткой, то все семеро принялись вторить его хохоту. Лягушонок тоже засмеялся, но слабым и довольно бессмысленным смехом. — Ну же, ну, — сказал король нетерпеливо, неужели ты не можешь ничего придумать? — Я стараюсь придумать что-нибудь новое, — ответил карлик почти бессознательно, так как вино совершенно затуманило ему голову. — Стараешься? — воскликнул король с гневом. — Плохо стараешься. — А, понимаю, тебе грустно от того, что ты мало выпил. На, пей еще. С этими словами он снова наполнил кубок до краев и протянул калеке, который посмотрел на него, с трудом переводя дух. — Пей же, пей, говорят тебе, — гаркнуло чудовище, — или клянусь всеми чертями. Карлик медлил. Король побагровел от гнева. Придворные ухмылялись. Трепетта, бледная, как мертвец, приблизилась к трону короля и, упав на колени, взмолилась пощадить ее друга. В течение нескольких мгновений тиран глядел на нее вне себя от изумления. Он просто растерялся, не зная, как лучше выразить свое негодование по случаю такой дерзости. Наконец, не проронив ни слова, он изо всех сил оттолкнул ее и выплеснул ей в лицо содержимое кубка. Бедная девушка кое-как оправилась и, не смея дохнуть, вернулась на свое место в конце стола. Наступило гробовое молчание, продолжавшееся с полминуты. Можно было услышать падение листка или пушинки. Тишина была прервана тихим, но резким и продолжительным скрежетом, который, казалось, раздавался изо всех углов комнаты. — Что? Что это? Что это за звук? Как ты смеешь скрежетать? — спросил король с бешенством, поворачиваясь к карлику. По-видимому, опьянение последнего в значительной степени прошло. Он спокойно и твердо взглянул на короля и воскликнул. — Я? Да разве это я? — Звук идет как будто снаружи, заметил один из придворных. Должно быть, это попугай, что висит в клетке за окном, вздумал поточить клюв опрутья. — Правда? — спросил монарх, успокоенный этим замечанием. — Но я готов был поклясться честью рыцаря, что скрипел зубами этот бездельник. Тут карлик рассмеялся, король был слишком признанным шутником, чтобы рассердиться на чей-либо смех, обнаружив ряд огромных, сильных и безобразных зубов. Мало того, он изъявил готовность пить сколько угодно. Монарх угомонился, и лягушонок, осушив еще кубок без всяких заметных последствий, тут же с жаром приступил к обсуждению вопроса о маскараде. — Не могу вам объяснить, в силу какой связи идей, заметил он совершенно спокойно, точно и не прикасался к вину. — Но сейчас же, после того, как ваше величество ударили девушку и плеснули ей в лицо вином, сейчас же, после того и в ту самую минуту, когда попугай так странно заскрежетал клювом, мне вспомнилась чудесная забава, распространенная на моей родине, на наших маскарадах, но совершенно неизвестная здесь. К несчастью, для нее требуется восемь человек, и... — Да вот они, — воскликнул король, радуясь своей остроумной выдумке, — Равнехонька восемь, я и мои семь министров, продолжай, какая же это забава. — Мы называем ее, — отвечал калека, — восемь орангутанов в цепях, и если хорошо разыграть, то зрелище получится презабавное. — Мы разыграем ее, — заметил король, приосанившись и опуская веки. — Главная прелесть игры, — продолжал лягушонок, — в том, что она пугает женщин. — Превосходно, — проревели хором монарх и министры. — Я наряжу вас орангутанами, — продолжал лягушонок, — предоставьте это мне. Сходство будет так поразительно, что все примут вас за настоящих обезьян и, разумеется, будут страшно испуганы и удивлены. — О, это великолепно, — воскликнул король. — Лягушонок, я награжу тебя по-королевски. А цепи своим брицанием еще увеличат суматоху. Будет пущен слух, что все вы убежали от своих сторожей. Ваше величество, можете себе представить, какой эффект произведет появление на маскараде восьми орангутанов, которых публика примет за настоящих, когда они с диким визгом бросятся в толпу разряженных дам и кавалеров. Контраст получится бесподобный. — Так и сделаем, сказал король. Было уже поздно, и потому совет немедленно принялся приводить в исполнение выдумку лягушонка. Средства, с помощью которых он хотел нарядить всю компанию орангутанами, были очень примитивны, но вполне годились для целей лягушонка. В то время животные, о которых идет речь, редко привозились в цивилизованные страны, и так как костюмы, придуманные карликом, придавали наряженным в них действительно звероподобный и достаточно отвратительный вид, то публика вполне могла принять их за настоящих обезьян. Прежде всего, король и министры надели трико в обтяжку, затем их вымазали дегтем. Один из министров посоветовал употребить перья, но это предложение было отвергнуто карликом, который убедил всех восьмерых, что для шерсти такого зверя, как орангутан, лучше всего воспользоваться пенькой. Густой слой пеньки был налеплен на деготь, затем достали длинную цепь, сначала ее обвили вокруг талии короля и заклепали, потом вокруг талии одного из министров и тоже заклепали, и так далее, пока всех не сковали друг с другом. Когда все ряженые оказались соединены цепью, то, став как можно дальше друг от друга, насколько позволяла цепь, они образовали круг. Дабы усилить правдоподобие, лягушонок натянул оставшийся конец цепи поперек круга крест-накрест, как это делают в наше время охотники, занимающиеся ловлей шимпанзе и других крупных обезьян на Борнео. Большая зала, предназначенная для маскарада, была высокая и круглая, с единственным окном в потолке. Ночью зала предназначалась преимущественно для ночных увеселений, она освещалась огромной люстрой, висевшей на цепи, прикрепленной в центре окна. Люстру обычно поднимали и опускали с помощью блока, но последний, чтобы не портить вид Убранство залы было поручено Трипетти, хотя в некоторых частностях она, очевидно, пользовалась указаниями своего более изобретательного друга Карлика. По его совету, люстра была снята. Восковые свечи, которые не могли не таять при такой температуре, причинили бы серьезный ущерб роскошным костюмам гостей, ибо в зале было так тесно, что середина ее, прямо под люстрой, тоже не осталось бы пустой. Взамен люстры, в различных местах залы, так, чтобы не мешать публике, были поставлены канделябры, а в правой руке каждой высевшейся вдоль стен кариатиды, их было пятьдесят или шестьдесят, был укреплен благовонный факел. Восемь орангутанов по совету лягушонка терпеливо дожидались полуночи, когда зала наполнится гостями. Но лишь только за тих бой часов они разом ворвались или скорее вкатились в залу, ибо из-за цепи все они спотыкались и падали. Переполох среди гостей был страшный и привел короля в восторг. Как и ожидали, большинство гостей приняло ряженых, если не за орангутанов, то, во всяком случае, за каких-то настоящих зверей. Многие дамы попадали в обморок, и если бы король не запретил являться на маскарад с оружием, веселая компания могла бы поплатиться жизнью за свою проказу. Все тут же кинулись к выходу, но король заранее приказал замкнуть двери, едва ряженые войдут в залу, а карлик предложил отдать ключи ему. Когда суматоха достигла крайней степени, и каждый думал только о своем спасении, так как давка, начавшаяся среди обезумевшей толпы, действительно угрожала опасностью, цепь, на которой висела люстра и которая была поднята к потолку, мало-помалу опустилась так, что конец ее, загнутый в виде крюка, оказался на расстоянии трех футов от пола. Вскоре после этого король и его семеро товарищей, кружившие по зале, в конце концов очутились на ее середине, под самой цепью. Лишь только они оказались здесь, карлик с молниеносной быстротой подцепил их крюком в том месте, где пересекались две поперечные цепи. В ту же минуту какая-то невидимая сила подняла цепь от люстры и вместе с нею орангутанов, повисших редком лицом к лицу. Тем временем гости несколько оправились от первого испуга и, сообразив, что это только ловко разыгранная шутка, захохотали при виде комического положения обезьян. Предоставьте их мне! завизжал лягушонок, покрывая своим пронзительным голосом даже эту суматоху. Предоставьте их мне! Кажется, я знаю их! Дайте только взглянуть на них, и я скажу вам, кто они! Тут он пробрался по головам зрителей к стене, выхватил факел у одной из кариатит, вернулся обратно, прыгнул с ловкостью обезьяны на голову королю, вскарабкался по цепи и, очутившись над орангутанами, осветил их факелом, продолжая восклицать. Сейчас я узнаю, кто они! Внезапно, когда толпа и сами орангутаны помирали со смеху, он пронзительно свистнул, и цепь быстро поднялась футов на тридцать, увлекая за собой испуганных барахтавшихся обезьян, повисших между полом и потолком. Лягушонок, поднимавшийся вместе с цепью, оставался на прежнем расстоянии от восьми ряженых и по-прежнему, будто ничего не случилось, освещал их факелом, точно старался рассмотреть, кто это такие. Публика была так поражена этим подъемом, что на минуту водворилось гробовое молчание. Оно было нарушено тихим, резким, скрижещущим звуком, таким же, как тот, что поразил слух короля и его министров, когда король выплеснул вино в лицо Трипетти. Но теперь нечего было и спрашивать, откуда он исходит. Его издавали страшные зубы карлика, который с пеной у рта скрипел и скрижетал ими, устремив бешеный взгляд на обращенный вверх лица короля и его семи министров. «Ха-ха-ха-ха!» захохотал вдруг разъяренный шут. «Ха-ха-ха-ха! Я начинаю узнавать этих людей!» Тут, как бы желая получше рассмотреть короля, он поднес факел к его пеньковой одежде, и она мгновенно вспыхнула ярким пламенем. Не прошло и минуты, как все восемь орангутанов уже пылали при криках толпы, которая в ужасе смотрела на них снизу, бессильная оказать им какую-либо помощь. Усиливающееся пламя заставило карликов забраться повыше, и пока он поднимался по цепи, толпа опять на мгновение смолкла. Воспользовавшись этим, карлик снова крикнул. — Теперь я ясно вижу, что за люди эти ряженые. Это великий король и его семь советников, король, который не постыдился ударить беззащитную девушку, и семь его советников, которые одобрили эту выходку. А я, я просто лягушонок, шут, и это моя последняя шутка. Пенька и смола воспламеняются быстро, и мщение карлика завершилось, прежде чем отзвучали его слова. Восемь тел висели на цепи. Смрадная, черная, отвратительная, неразличимая масса. Калека швырнул в них факел, забрался по цепи на потолок и исчез в окне наверху. Полагают, что Трипетта, находившаяся на крыше, помогала своему другу в его огненной месте, и что они бежали на родину, так как с тех пор их никто не видел. Эдгар Аллан По. Продолговатый ящик. Читает Геннадий Постригаева. Несколько лет тому назад, направляясь в Нью-Йорк из Чарльстона в штате Южная Каролина, я взял каюту на превосходном покеботе Индепенденс, которым командовал капитан Харди. Отплытие, если не воспрепятствует погода, было назначено на 15-е число текущего месяца, июня, и 14-го я поднялся на борт, чтобы присмотреть за размещением моих вещей. На покеботе я узнал, что пассажиров будет очень много, причем число дам среди них заметно превышало обычное. В списке я заметил фамилии нескольких моих знакомых и с большим удовольствием обнаружил, что моим спутником будет также мистер Корнелли Уайетт, молодой художник, к которому я питал чувство живейшей дружбы. Мы вместе учились в одном университете, где были почти неразлучны. Он обладал темпераментом, обычным для гениев, и натура его слагалась из мизантропии, впечатлительности и пылкости. К этим качествам следует добавить еще самое горячее и верное сердце, которое когда-либо билось в человеческой груди. Я заметил, что его фамилией были помечены целых три каюты, и, вновь обратившись к списку пассажиров, узнал, что он едет не один, но с женой и двумя своими сестрами. Каюты были достаточно просторны, и в каждой имелось по две койки, одна над другой. Правда, койки эти были настолько узки, что на каждой мог уместиться только один человек. Но, тем не менее, я не понимал, почему этим четырем людям понадобилось три каюты, а не две. Тем летом мною владело то мрачное душевное настроение, которому нередко сопутствует неестественное любопытство ко всяким пустякам. И со стыдом сознаюсь, что по поводу этой лишней каюты я строил немало не делающих мне чести нелепых предположений. Разумеется, меня все это нисколько не касалось. Однако я упрямо продолжал ломать голову над тайной лишней каюты. Наконец я нашел отгадку и даже удивился тому, что такое простое решение не пришло мне в голову раньше. — Ну, конечно же, с ними едет горничная, — сказал я себе. Как глупо было с моей стороны не подумать об этом сразу. Я еще раз справился со списком, но оказалось, что они отправляются в путь без прислуги, хотя первоначально и собирались взять с собой служанку, ибо в список были внесены, а затем вычеркнуты слова, с горничной. — А, все дело, без сомнения, в лишнем багаже, — сказал я себе. — Что-то из своих вещей он не хочет везти в трюме и предпочитает хранить возле себя. — Понимаю. Какая-нибудь картина. Так вот о чем он вел переговоры с Николини, итальянским евреем. Такой вывод вполне меня удовлетворил, и этот пустяк перестал тревожить мое любопытство. Сестер Уайта, очаровательных и умных барышень, я знал очень хорошо, но жены его никогда не видел, так как они обвенчались совсем недавно. Однако он часто говорил мне о ней с обычной своей пылкой восторженностью. По его словам, она была необыкновенно красива, остроумна и одарена всевозможными талантами. Поэтому мне не терпелось с ней познакомиться. В тот день, когда я посетил Покебот, то есть 14 июня, там собирался побывать и Уайет, супруга и сестрами, о чем мне сообщил капитан, а потому я задержался на борту еще на час в надежде, что буду представлен новобрачной. Но затем капитан получил записку с извинениями. Миссис У не здоровится, а потому она прибудет на Покебот только завтра перед самым отплытием. На следующий день, когда я уже покинул отель и направился к пристани, меня встретил капитан Харди и сказал, что ввиду некоторых обстоятельств глупая, но удобная ссылка, Индепенденс, вероятно, задержится в порту еще на день-два, и что он пришлет мне сказать, когда все будет готово к отплытию. Мне это показалось странным, так как дул свежий южный бриз. Но поскольку капитан не объяснил, в чем заключались эти обстоятельства, хотя я настойчиво выпрашивал его о них, мне оставалось только вернуться в отель и на досуге изнывать от любопытства. Чуть ли не неделю я тщетно ждал известия от капитана. Наконец оно пришло, и я немедленно отправился на Покебот. Почти все пассажиры были уже на борту, где царила обычная суматоха, предшествующая отплытию. Уайет и его спутницы прибыли через десять минут после меня. Сестры новобрачно и сам художник поднялись на корабль. Я заметил, что мой приятель был в одном из самых своих мизантропических настроений, но я давно к ним привык и перестал обращать на них внимание. Он даже не представил меня жене, так что исполнить этот долг вежливости пришлось его сестре Мэриэн, очень милой и тактичной барышне, которая и произнесла торопливо несколько отвечающих случаю слов. Лицо миссис Уайт было скрыто густой вуалью, и когда она в ответ на мой поклон приподняла ее, признаюсь, я был глубоко поражен. Изумление мое было бы еще больше, если бы долгий опыт не научил меня лишь с оглядкой полагаться на восторженное описание моего друга-художника, когда речь шла о женской прелести. Я прекрасно знал, с какой легкостью уносился он в сферы идеального, если темой нашей беседы служила красота. Дело в том, что миссис Уайт показалась мне настоящей дурнушкой. На мой взгляд, ее почти можно было назвать безобразной. Однако одета она была с изысканным вкусом, и тогда у меня не возникло сомнения в том, что она пленила сердце моего друга менее приходящими чарами ума и души. Сказав мне всего лишь два-три слова, она тотчас удалилась в свою каюту вместе с мистером Уайетом. Во мне вновь вспыхнуло неутолимое любопытство. Горничной с ними не было, в этом я убедился собственными глазами. Оставалось подождать, не появится ли еще какой-нибудь багаж. Некоторое время спустя на пристани показалась повозка с продолговатым сосновым ящиком. По-видимому, покебот ждал только его, чтобы отплыть. Едва ящик перенесли на борт, как мы отчалили, и вскоре, благополучно миновав мель в устье реки, вышли в открытое море. Ящик этот, как я уже сказал, был продолговатым. Он имел примерно шесть футов в длину и два с половиной в ширину. Я внимательно рассмотрел его, и я люблю быть точным. Подобная форма встречается нечасто, и едва я увидел ящик, как похвалил себя за догадливость. Читатель, вероятно, помнит, что, по моим предположениям, особый багаж моего друга-художника должен был состоять из картин, или, по крайней мере, из одной картины. Мне было известно, что в течение нескольких недель он часто виделся с Николини, и вот теперь на покебот доставили ящик, который, судя по его форме, мог служить только вместилищем для копии «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Я же знал, что Николини некоторое время назад приобрел копию «Тайной вечери», сделанную во Флоренции Рубини-младшим. Таким образом, можно было считать, что и этот вопрос разрешен. Думая о своей проницательности, я весело посмеивался. Никогда раньше Уайетт не имел от меня секретов во всем, что касалось его профессии, но теперь, по-видимому, ему захотелось подшутить надо мной и прямо у меня на глазах тайком привезти в Нью-Йорк превосходное полотно с расчетом, что я ни о чем не догадаюсь. Я решил, что буду в отместку всячески поддразнивать его. Одно обстоятельство, тем не менее, весьма меня раздосадовало. Ящик отнесли не в третью каюту, а в собственную каюту Уайета, где он и остался, занимая почти весь пол и, вероятно, причиняя множество неудобств художнику и его жене. Тем более, что на его крышке большими корявыми буквами была выведена надпись «Не то смолой, не то краской», которая пахла очень сильно и дурно. Мне этот запах показался отвратительным. Надпись на крышке гласила «Миссис Аделаиде Кертис, Олбани, штат Нью-Йорк, под надзором Корнелия Уайета Эсквайера». Вверх. Обращаться с осторожностью. Я знал, что миссис Аделаида Кертис, проживающая в Олбани, это мать жены художника, но решил, что ее адрес написан на ящике ради мистификации, для того, чтобы ввести в заблуждение именно меня. Я не сомневался в том, что крайней точкой, которую достигнет ящик на своем пути на север, будет мастерская моего друга на Чемберс-стрит в Нью-Йорке. Первые три-четыре дня нашего плавания погода стояла прекрасная, хотя ветер все время был лобовым. Он задул с севера, едва берег скрылся за кормой. Пассажиры, разумеется, были в превосходном расположении духа и весьма общительны. Исключение составляли только Уайетт и его сестры, которые были со всеми настолько сухи и сдержаны, что, на мой взгляд, это даже граничило с неучтивостью. Поведение самого Уайетта меня не очень удивляло. Он был мрачен еще больше обыкновенного, можно даже сказать угрюм, но я и привык ждать от него чудачеств. Для его сестер, однако, я не находил оправдания. Они почти все время уединялись у себя в каюте и, как я их не уговаривал, наотрез отказывались присоединиться к корабельному обществу. Миссис Уайетт держалась куда более любезно. Вернее сказать, она была очень словоохотлива, а словоохотливость во время морского путешествия весьма приятный светский талант. Она завязала самое короткое знакомство с большинством дам и, к глубочайшему моему изумлению, чрезвычайно охотно кокетничала с мужчинами. Она нас всех очень развлекала. Я употребил слово «развлекало», не зная, как выразить мою мысль точнее. Откровенно говоря, я скоро убедился, что общество чаще смеялось над миссис У, чем вместе с ней. Мужчины воздерживались от каких-либо замечаний на ее счет, а дамы не замедлили объявить ее добросердечной простушкой, довольно невзрачной, совершенно невоспитанной и бесспорно вульгарной. И все недоумевали, что заставило Уайета решиться на подобный брак. Богатство. Таков был всеобщий приговор. Но я-то знал, что эта догадка неверна. В свое время Уайетт сказал мне, что она не принесла ему в приданное ни доллара, и что у нее нет состоятельных родственников, которые могли бы оставить ей наследство. Он говорил мне, что женился по любви и ради одной любви, найдя ту, кто была более чем достойна любви. Когда я вспомнил эти слова моего друга, меня охватило глубочайшее недоумение. Неужели он помешался? Какое другое объяснение мог я найти? Ведь он был таким утонченным, таким возвышенным, таким взыскательным, таким чутким к малейшим недостаткам и изъянам, таким страстным ценителем всего прекрасного. Правда, сама дама, по-видимому, питала к нему нежнейшую привязанность. Это остановилось особенно заметно в его отсутствии, когда она ставила себя в весьма и весьма смешное положение, постоянно сообщая что-нибудь, что ей говорил ее возлюбленный муж, мистер Уайетт. Слово «муж», если прибегнуть к одному из ее собственных изящных выражений, казалось, все время вертелось у нее на языке. Тем не менее, все, кто был на борту, постоянно замечали, что он избегает ее общества самым подчеркнутым образом и все время затворяется у себя в каюте, которую, собственно говоря, он почти не покидал, предоставляя жене полную свободу развлекаться в салоне как ей угодно. То, что я видел и слышал, заставило меня прийти к заключению, что мой друг по необъяснимому капризу судьбы, а, может быть, под влиянием слепого увлечения, связал себя с особой, стоящей во всех отношениях ниже него и, вполне естественно, вскоре проникся к ней величайшим отвращением. Я всем сердцем жалел его, но все-таки не мог вполне простить ему, что он скрыл от меня покупку тайной вечери. За это я решил с ним поквитаться. Однажды он вышел на палубу, и я, по своему обыкновению, взяв его под руку, начал прогуливаться с ним взад и вперед. Однако мрачность его нисколько не рассеялась, что я счел при данных обстоятельствах вполне извинительным. Он почти все время молчал, а если и говорил, то угрюмо и с видимым усилием. Я раза два рискнул пошутить, и он сделал мучительную попытку улыбнуться. Бедняга! Вспомнив его жену, я удивился, что у него хватило сил даже на такую притворную улыбку. Наконец, я приступил к исполнению своего плана. Я намеревался сделать несколько скрытых намеков на продолговатый ящик, лишь так, чтобы он постепенно понял, что ему не удалось меня провести, и я не стал жертвой его остроумной мистификации. И вот я открыл огонь моей замаскированной батареи, сказав что-то о своеобразной форме этого ящика. Свои слова я сопроводил многозначительной улыбкой, чуть-чуть подмигнул и легонько ткнул художника указательным пальцем в ребра. То, как Уайт воспринял эту безобидную шутку, немедленно убедила меня в его безумии. Сначала он уставился на меня так, словно был не в силах понять моих слов, но по мере того, как его мозг медленно постигал их скрытый смысл, глаза его все больше и больше вылезали из орбит. Затем он побагровел, затем страшно побледнел, а затем, словно мой намек чрезвычайно его позабавил, он разразился буйным смехом и, к моему удивлению, продолжал хохотать все громче и иступленнее более десяти минут. В заключении он тяжело упал на палубу. Я нагнулся, чтобы помочь ему встать, и мне показалось, что он мертв. Я позвал на помощь, и нам лишь с большим трудом удалось привести его в чувство. Очнувшись, он что-то неразборчиво забармотал. Тогда мы пустили ему кровь и уложили в постель. На другое утро он совсем оправился, то есть телесно, а его рассудки я, конечно, промолчу. С этого дня я старательно избегал его, как посоветовал мне капитан, который, видимо, вполне разделял мое мнение о его помешательстве, но настоятельно попросил меня никому на покеботе ничего об этом не говорить. После этого припадка Уайета мое пробудившееся любопытство продолжало распаляться все сильнее, чему способствовали кое-какие обстоятельства. В их числе следует упомянуть следующее. Я был в нервическом состоянии, пил слишком много зеленого чая и дурно спал. Собственно говоря, были две ночи, когда я почти вовсе не сомкнул глаз. Дверь моей каюты выходила в главный салон, служивший также столовой. Туда же выходили все мужские каюты. Три каюты Уайета сообщались с малым салоном, отделенным от главного лишь легкой скользящей дверью, которая на ночь никогда не запиралась. Так как мы почти все время шли против лобового ветра, причем довольно крепкого, то наше судно непрерывно лавировало, и когда оно окренилось на правый борт, скользящая дверь между салонами открывалась и оставалась открытой. Никто не брал на себя труд вставать с постели и закрывать ее. Однако моя койка располагалась так, что в тех случаях, когда скользящая дверь открывалась, а дверь моей каюты была открыта, из-за жары же она бывала открыта постоянно, я мог видеть почти весь малый салон, причем именно ту его часть, где находились каюты мистера У. Так вот, в те две ночи, не следовавшие одна за другой, когда меня томила бессонница, я совершенно ясно видел, как около одиннадцати часов, и в ту, и в другую ночь, миссис У, крадучись, выходила из каюты мистера У и скрывалась в третьей каюте, где оставалась до рассвета, а тогда по зову мужа возвращалась обратно. Это неопровержимо доказывало, что разрыв между ними был полным, они уже отказались от общей спальни, вероятно, помышляя о формальном разводе, и я опять решил, что тайна третьей каюты наконец разъяснилась. Было еще одно обстоятельство, которое весьма меня заинтересовало. В обе упомянутые бессонные ночи, немедленно после того, как миссис Уайет удалялась в третью каюту, мой слух начинал различать в каюте ее мужа легкие шорохи и постукивания. Я некоторое время сосредоточенно к ним прислушивался, и в конце концов мне удалось найти верное их истолкование. Их производил художник, вскрывая продолговатый ящик с помощью стамески и деревянного молотка, который был, по-видимому, обернут какой-то мягкой шерстяной или бумажной материей, чтобы приглушить стук. Мне казалось, что я способен совершенно точно различить миг, когда он открывал крышку, когда снимал ее и когда клал ее на нижнюю койку. Последнее, например, я определял под тихому постукиванию крышки от деревянную закраину койки, которого он не мог избежать, хотя и опускал крышку на койку с большой осторожностью. На полу же места для крышки просто не нашлось бы. Вслед за этим наступала мертвая тишина, и до рассвета я ни в первый, ни во второй раз больше ничего не слышал. Правда, порой мне чудилось, что там раздаются почти беззвучные рыдания или шепот, но это, возможно, было лишь плодом моего воображения. Я сказал, что звуки эти походили на рыдания или вздохи, но, разумеется, они не могли быть ни тем, ни другим. Я склонен думать, что у меня просто звенело в ушах. Без сомнения, мистер Уайт в полном соответствии с обычными представлениями всего лишь давал волю своему артистическому темпераменту, подчиняясь властительной страсти. Он вскрывал продолговатый ящик, чтобы насладиться созерцанием спрятанной там бесценной картины. Ну, с какой стати он начал бы над ней рыдать. А потому, повторяю, меня, несомненно, вводила в заблуждение моя фантазия, подстегнутая зеленым чаем почтенного капитана Харди. Перед зарей я оба раза ясно слышал, как мистер Уайт вновь закрывал продолговатый ящик крышкой и возвращал гвозди в прежнее положение с помощью обернутого материи молотка. Вслед за тем он выходил из каюты совершенно одетый и вызывал миссис Уайт из третьей каюты. Наше плавание продолжалось уже семь дней, и мы находились на траверсе мыса Гатерас, когда с юга-запада налетел шторм. Однако мы в известной мере были готовы к нему, так как погода уже некоторое время угрожающе портилась. Люки были задраены, багаж и все предметы внизу и на палубе надежно закреплены. По мере того, как ветер крепчал, мы убирали паруса и несли теперь только контрбизание и фор Марсель, взяв на них по два рифа. Мы шли таким образом двое суток. Наш покебот во многих отношениях показал себя отличным малиходом, и мы совсем не набрали воды в трюм. Однако на исходе второго дня ветер стал ураганным, наша контрбизань была разорвана в клочья, мы потеряли ход, и на нас обрушилось подряд несколько гигантских валов. Они увлекли за собой в море трех матросов, камбус и почти весь левый фальшборд. Не успели мы прийти в себя, как лопнул фор Марсель. Но мы поставили штормовые паруса, и в течение нескольких часов наше судно продолжало благополучно продвигаться вперед. Однако ураган не стихал, и ничто не свидетельствовало о скором его прекращении. Ванты, как оказалось, были плохо натянуты, и все время испытывали излишнее напряжение. В результате на третий день около пяти часов дня, когда корабль резко вильнул, бизань мачта не выдержала и рухнула на палубу. Более часа мы тщетно пытались освободить от нее судно, которое теперь подвергалось чудовищной боковой качке. А затем на корму явился плотник и доложил, что вода в трюме поднялась на четыре фута. В довершении всех бед выяснилось, что помпы засорены и ничего не откачивают. Теперь на судне воцарилось отчаяние и смятение, однако была сделана попытка облегчить его, выбросив за борт весь груз, до которого удалось добраться, и срубив оставшиеся две мачты. В конце концов нам удалось это сделать, но помпы по-прежнему бездействовали, и вода в трюме стремительно пребывала. На закате ураган заметно стих, а с ним немного улеглось и волнение, и у нас появилась слабая надежда спастись в шлюпках. В восемь часов вечера тучи с наветренной стороны разошлись, и нас озарили лучи полной луны. Эта нежданная удача немало нас подбодрила. Ценой невероятных усилий нам удалось благополучно спустить на воду Вильбот, и в него погрузилась команда и почти все пассажиры. Вильбот тотчас же отвалил от судна, и на третий день после кораблекрушения те, кто в нем находился, немало настрадавшись, добрались до Крокок-Энлет. На борту Покебота осталось четырнадцать человек, включая капитана, которые решились доверить свою судьбу кормовой шлюпке. Мы спустили ее без особых затруднений, хотя, когда она коснулась воды, волна не залила ее лишь чудом. В эту шлюпку сели капитан с супругой, мистер Уайетт и его спутницы, мексиканский офицер, его жена и четверо детей, а также я сам со слугой негром. Разумеется, в шлюпке почти не оставалось места, а потому мы могли взять с собой лишь несколько совершенно необходимых навигационных инструментов и немного провизии. Все наши вещи, кроме одежды, которая была на нас, остались на борту, и, разумеется, никто даже не помышлял о том, чтобы спасти хоть часть своего багажа. Как же должны были изумиться мы все, когда сидевший на корме шлюпки мистер Уайетт вдруг поднялся на ноги, едва мы отошли от покебота на несколько сожений, и спокойно потребовал от капитана Харди повернуть назад к покеботу, чтобы он мог взять с собой свой продолговатый ящик. Сядьте, мистер Уайетт, сурово сказал капитан, вы опрокинете нас, если не будете сидеть неподвижно, ведь шлюпка и так погружена в воду по самый планшир. Ящик, воскликнул мистер Уайетт, продолжая стоять, я говорю о ящике, капитан Харди, вы не можете, вы не посмеете мне отказать, его вес это же пустяк, сучья безделица, матерью родившей вас, милостью небесной, вашей надеждой на вечное спасение заклинаю вас, вернитесь за ящиком. Капитан, казалось, был на миг тронут отчаянным призывом художника, но его лицо тут же обрело прежнее суровое выражение и он ответил только мистер Уайетт, вы безумны, я не буду вас слушать, сядьте же, или вы утопите шлюпку. Да погодите, хватайте его, держите, он хочет прыгнуть за борт. Ну вот, я предвидел это, он бросился в море. И действительно, мистер Уайетт кинулся в волны, и так как мы были еще совсем рядом с покеботом, заслонявшим нас от ветра, то ему удалось ценой сверхчеловеческих усилий схватиться за канат, свисавший из носового клюза. Секунду спустя он был уже на палубе и стремглав бросился вниз в каюту. Тем временем нас отнесло за корму судно, и мы оказались в полной власти все еще бушевавших волн. Мы попытались вернуться к покеботу, но буря гнала нашу скорлупку куда хотела, и мы поняли, что злополучный художник обречен. От разбитого покебота нас отделяло уже довольно большое расстояние, когда безумец, ибо мы были убеждены, что он лишился рассудка, поднялся по трапу и, хотя это должно было потребовать поистине колоссальной силы, вытащил на палубу продолговатый ящик. Пока мы смотрели на него, пораженные, он быстро обмотал ящик трехдюймовым канатом и тем же канатом обвязал себя. В следующий миг ящик с художником были уже в море, которое сразу же поглотило их. Несколько мгновений мы удерживали шлюпку в неподвижности и с грустью глядели на роковое место. Потом мы начали грести и поплыли прочь. Больше часа в нашей шлюпке царило полное молчание. Наконец я осмелился прервать его. Вы заметили, капитан, что они сразу пошли ко дну? Разве это не странно? Признаюсь, когда я увидел, что он привязывает себя к ящику перед тем, как предаться волнам, во мне пробудилась слабая надежда на его спасение. Они должны были пойти ко дну, ответил капитан, как камень. Впрочем, они вскоре вновь всплывут, однако не прежде, чем растворится соль. Соль? воскликнул я. Тише, сказал капитан, указывая на жену и сестер покойного. Мы поговорим об этом после, в более подходящее время. Нам пришлось перенести немало страданий, и мы с трудом избежали смерти в пучине, однако счастье улыбнулось не только Вильботу, но и нашей шлюпке. Короче говоря, мы еле живые причалили после четырех дней тяжких испытаний к песчаному берегу напротив острова Руанок. Там мы провели неделю, не претерпев никакого ущерба от тех, кто наживается на кораблекрушениях, и, в конце концов, нас подобрало судно, шедшее в Нью-Йорк. Примерно через месяц после гибели Индепенса я случайно встретил на Бродвее капитана Харди. Как и следовало ожидать, мы вскоре разговорились о случившемся и о печальной судьбе бедного Уайта. Вот тогда-то я и узнал следующие подробности. Художник взял каюты для себя, своей жены и двух сестер, а также для горничной. Его жена действительно была, как он и утверждал, необыкновенно красивой и необыкновенно одаренной женщиной. Утром 14 июня, в тот день, когда я в первый раз приехал на Покебот, она внезапно занемогла и через несколько часов скончалась. Молодой муж был вне себя от горя, но по некоторым причинам не мог отложить свое возвращение в Нью-Йорк. Он должен был отвести тело своей обожаемой жены к ее матери, однако не мог сделать этого открыто, так как широко известный предрассудок воспрепятствовал бы ему привести его намерение в исполнение. Девять десятых пассажиров предпочли бы вовсе отказаться от поездки, лишь бы не путешествовать на одном корабле с покойником. Чтобы выйти из этого затруднения капитан Харди устроил так, что труп, частично набальзамированный и уложенный в соль в ящике соответствующих размеров, был доставлен на борт как багаж. Смерть новобрачной держали в тайне, и, так как всем было известно, что мистер Уайотт собирался в Нью-Йорк с женой, нужно было найти женщину, которая выдавала бы себя за нее во время плавания. На это без долгих уговоров дала согласие горничная покойной. Третью каюту, первоначально предназначавшуюся для нее, мистер Уайотт оставил за собой, а лже-жена, разумеется, проводила там все ночи. Днем она в меру способностей разыгрывала роль своей покойной хозяйки, которую, как они позаботились заранее выяснить, никто из пассажиров не знал в лицо. В моей вполне естественной ошибке был повинен мой слишком беспечный, слишком любопытный и слишком импульсивный характер. Однако последнее время я по ночам почти не смыкаю глаз. Как не ворочаюсь я сбоку на бок, перед моим взором все время стоит некое лицо, и в моих ушах никогда не умолкает пронзительный истерический хохот. Эдгар Аллан По Черный Кот Читает Геннадий Постригаев. Я не надеюсь и не притязаю на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и, вместе с тем, самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший, и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых, и сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение это я это я не мудрство и лукаво поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас. Они извели, они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху, многим же они покажутся безобидней самых несуразных фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь умный человек найдет сгубившему меня призраку самое простое объяснение. Такой человек с умом более холодным, более логическим и, главное, не столь впечатлительным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без благоговейного трепета, всего лишь цепь закономерных причин и следствий. С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности я любил разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал наверху блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я вырос, немногое в жизни могло доставить мне более удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные человеку. Женился я рано, и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот. Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез, и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить. Плутон, так звали кота, был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться со мной на улицу, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого. Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер под влиянием дьявольского соблазна резко изменились, я сгораю от стыда, признаваясь в этом в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачнее, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов, я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительность и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. Болезнь развивалась во мне, а нет болезни ужаснее пристрастия к алкоголю, и, наконец, даже Плутон, который уже состарился и от этого стал капризнее, даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава. Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его. Испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня, я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело, и злоба, свирепия дьявольской, распаляемая джином, мгновенно обуяло все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз. Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство. Наутро, когда рассудок вернулся ко мне, когда я проспался после ночной попойки и винные поры выветрились, грязное дело, лежавшее на моей совести, вызвало у меня раскаяние, смешанное со страхом. Но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном. Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла. Он все так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал едва завидя меня. Сердце мое еще не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мне привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению. И тогда, словно в довершение окончательной моей погибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания, но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом, к неотторжимым первозданным способностям или чувствам, которые определяют самую природу человека. Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать. И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить закон, лишь потому, что это запрещено? Так вот, дух противоречия пробудился во мне в довершении окончательной моей погибели. Эта непостижимая склонность души к самоистязанию, к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла и побудила меня довести до конца мучительства над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку. Повесил, хотя слезы текли у меня из глаз и сердце разрывалось от раскаяния. Повесил, потому что знал, как он некогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо с ним поступаю. Повесил, потому что знал, какой совершаю грех, смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы низвергнута, будь это возможно в такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа. В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик «Пожар!» Занавесю моей кровати полыхали, весь дом был объят пламенем, моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо, я был разорен совершенно, огонь поглотил все мое имущество и с тех пор отчаяние стало моим уделом. Во мне довольно твердости, дабы не пытаться изыскать причину и следствие, связать несчастье со своим безжалостным поступком. Я хочу лишь проследить в подробности всю цепь событий и не намерен пренебречь ни единым, пусть даже сомнительным звеном. На другой день после пожара я побывал на пепелище, все стены кроме одной рухнули, уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, к которой примыкало изголовье моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню. Я объяснил это тем, что стена была штукатурена совсем недавно. Под для нее собралась большая толпа, множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова странно, поразительно, и всякие восклицания в том же роде возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел на белой поверхности нечто вроде барельефа, изображающего огромного кота. Точность изображения поистине казалась непостижимой. На шее у кота была веревка. Сначала этот призрак, я попросту не могу назвать его иначе, поверг меня в ужас и недоумение. Но, поразмыслив, я несколько успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду подле дома. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад наводила толпа, кто-то перерезал веревку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Ну, возможно, таким способом он хотел меня разбудить. Когда стены рухнули, развалины притиснули жертвы моей жестокости к свежеоштукатуренной перегородке, и от жара пламени и едких испарений на ней запечатлелся рисунок, который я видел. Хотя я успокоил, если не свою совесть, то, по крайней мере, ум, быстро объяснив поразительное явление, которое только что описал, оно все же оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота, и тут в душу мою вернулось смутное чувство, внешне, но только внешне, похожее на раскаяние. Я начал даже жалеть об утрате и искал в грязных притонах, откуда теперь почти не вылезал похожего кота той же породы, который заменил бы мне бывшего моего любимца. Однажды ночью, когда я сидел томимый полузабытьем в каком-то богомерзком месте, внимание мое вдруг привлекло что-то черное на одной из огромных бочек с джином или ромом, из которых состояла едва ли не вся обстановка заведения. Несколько минут я не сводил глаз с бочки, недоумевая, как это я до сих пор не замечал столь странной штуки. Я подошел и коснулся ее рукой. То был черный кот, очень крупный, подстать Плутону, и похожий на него, как две капли воды, с одним лишь отличием. В шкуре Плутона не было ни единой белой шерстинки, а у этого кота оказалось грязно-белое пятно чуть ли не во всю грудь. Когда я коснулся его, он вскочил с громким мурлыканьем и потерся о мою руку, видимо, очень обрадованный моим вниманием. А ведь я как раз искал такого кота. Я тотчас пожелал его купить, но хозяин заведения отказался от денег, он не знал, откуда этот кот взялся, никогда его раньше не видел. Я все время гладил кота, а когда собрался домой, он явно пожелал идти со мною, я ему не препятствовал, по дороге я иногда даже нагибался и поглаживал его. Дома он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены. Но сам я вскоре начал испытывать к нему растущую неприязнь. Этого я никак не ожидал, однако, не знаю, как и почему это случилось, его очевидная любовь вызывала во мне лишь отвращение и досаду. Мало-помалу эти чувства вылились в злейшую ненависть, я всячески избегал кота, лишь смутный стыд и память о моем прежнем злодеянии удерживали меня от расправы над ним. Проходили недели, а я ни разу не ударил его и вообще не тронул пальцем, но медленно, очень медленно мною овладело неизъяснимое омерзение, и я молчаливо бежал от постылой твари, как от чумы. Я ненавидел этого кота тем сильней, что он, как обнаружилось в первое же утро, лишился, подобно Плутону, одного глаза. Однако моей жене он стал от этого еще дороже. Она ведь, как я уже говорил, сохранила в своей душе ту мягкость, которая некогда была свойственна и мне, и служила для меня неиссякаемым источником самых простых и чистых удовольствий. Но, казалось, чем более возрастала моя недоброжелательность, тем крепче кот ко мне привязывался. Он ходил за мной по пятам с упорством, которое трудно описать. Стоило мне сесть, как он забирался под мой стул или прыгал ко мне на колени, донимая меня своими отвратительными ласками. Когда я вставал, намереваясь уйти, он путался у меня под ногами, так что я едва не падал или, вонзая острые когти в мою одежду, взбирался ко мне на грудь. В такие минуты мне нестерпимо хотелось убить его на месте, но меня удерживало до некоторой степени сознание прежней вины, а главное, не стану скрывать страх перед этой тварью. В сущности, то не был страх перед каким-либо конкретным несчастьем, но я затрудняюсь определить это чувство другим словом. Мне стыдно признаться, даже теперь за решеткой, мне стыдно признаться, что чудовищный ужас, который вселял в меня кот, усугубило самое немыслимое наваждение. Жена не раз указывала мне на белесое пятно, о котором я уже упоминал, единственное, что внешне отличало эту странную тварь от моей жертвы. Читатель, вероятно, помнит, что пятно это было довольно большое, однако поначалу очень расплывчатое, но медленно, едва уловимо, так что разум мой долгое время выставал против столь очевидной нелепости, оно приобрело наконец неумолимо ясные черты. Не могу без трепета назвать то, что оно отныне изображало. Из-за этого главным образом я испытывал отвращение и страх и избавился бы, если бы только посмел от проклятого чудовища. Отныне да будет вам ведомо, оно являло взору нечто мерзкое, нечто зловещее, виселицу. Это кровавое и грозное орудие ужаса и злодейства, страдания и погибели. Теперь я воистину был несчастнейшим из смертных. Презренная тварь, подобная той, которую я прикончил, не моргнув глазом, эта презренная тварь причиняла мне, мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, столько невыносимых страданий. Увы, денно и нощно не знал я более благословенного покоя. Днем кот ни на миг не отходил от меня, ночью же я, что ни час, пробуждался от мучительных сновидений и ощущал горячее дыхание этого существа на своем лице и его невыносимую тяжесть, кошмар во плоти, который я не в силах был стряхнуть, до конца дней навалившуюся мне на сердце. Эти страдания вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Я лелеял теперь лишь злобные мысли, самые черные и злобные мысли, какие только могут прийти в голову. Моя обычная мрачность переросла в ненависть ко всему сущему и ко всему роду человеческому, и более всех страдала от внезапных частых и неукротимых взрывов ярости, которым я слепо предавался моя безропотная и много терпеливая жена. Однажды по какой-то хозяйственной надобности мы с ней спустились в подвал старого дома, в котором бедность принуждала нас жить. Кот увязался следом за мной по крутой лестнице. Я споткнулся, едва не свернул себе шею и обезумел от бешенства. Я схватил топор и, позабыв в гневе презренный страх, который до сих пор меня останавливал, готов был нанести коту такой удар, что зарубил бы его на месте. Но жена удержала мою руку. В ярости, перед которой бледнеет ярость самого дьявола, я вырвался и раскроил ей голову топором. Она упала без единого стона. Совершив это чудовищное убийство, я с полнейшим хладнокровием стал искать способ спрятать труп. Я понимал, что не могу вынести его из дома днем или даже под покровом ночи, без риска, что это увидят соседи. Много всяких замыслов приходило мне на ум. Сперва я хотел разрубить тело на мелкие куски и сжечь в печке. Потом решил закопать его в подвале. Тут мне подумалось, что лучше, пожалуй, бросить его в колодец на дворе или забить в ящик, нанять носильщика и велеть вынести его из дома. Наконец, я избрал, как мне казалось, наилучший путь. Я решил замуровать труп в стене, как некогда замуровывали свои жертвы средневековые монахи. Подвал прекрасно подходил для такой цели. Кладка стен была непрочной и к тому же не столь давно их наспех оштукатурили. И по причине сырости штукатурка до сих пор не просохла. Более того, одна стена имела выступ, в котором для украшения устроено было подобие камина или очага, позднее заложенного кирпичами и тоже оштукатуренного. Я не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать туда труп и снова заделать отверстие так, что самый наметанный глаз не обнаружит ничего подозрительного. Я не ошибся в расчетах. Взяв лом, я легко вывернул кирпичи, поставил труп стоймя, прислонив его к внутренней стене и без труда водворил кирпичи на место. Со всякими предосторожностями я добыл известь, песок и пак приготовил штукатурку, совершенно неотличимую от прежней и старательно замазал новую кладку. Покончив с этим, я убедился, что все в полном порядке, до стены словно никто и не касался. Я прибрал с полу весь мусор до последней крошки. Затем огляделся с торжеством и сказал себе, на этот раз, по крайней мере, труды мои не пропали даром. После этого я принялся искать тварь, бывшую причиной стольких несчастий. Теперь я, наконец, твердо решился ее убить. Попадись мне кот в то время, участь его была бы решена. Но хитрый зверь, напуганный, как видно, моей недавней яростью, исчез, будто дуканул. Невозможно ни описать, ни даже вообразить, сколько глубокое блаженное чувство облегчения наполнило мне грудь, едва ненавистный кот исчез. Всю ночь он не показывался. То была первая ночь с тех пор, как он появился в доме, когда я спал крепким и спокойным сном. Да, спал, хотя на душе моей лежало время преступления. Прошел второй день, потом третий, а мучителя моего все не было. Я вновь дышал свободно. Чудовище в страхе бежало из дома навсегда. Я более его не увижу. Какое блаженство! Раскаиваться в содеянном я и не думал. Было учинено короткое дознание, но мне не составило труда оправдаться. Сделали даже обыск, но, разумеется, ничего не нашли. Я не сомневался, что отныне буду счастлив. На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянули полицейские и снова произвели в доме тщательный обыск. Однако я был уверен, что тайник невозможно обнаружить и чувствовал себя преспокойно. Полицейские велели мне присутствовать при обыске. Они обшарили все уголки и закоулки. Наконец, они в третий или четвертый раз спустились в подвал. Я не повел и бровью. Сердце мое билось так ровно, словно я спал сном праведника. Я прохаживался по всему подвалу. Скрестив руки на груди, я неторопливо вышагивал взад вперед. Полицейские сделали свое дело и собрались уходить. Сердце мое ликовало, и я не мог сдержаться. Для полноты торжества я жаждал сказать хоть словечко и окончательно убедить их в своей невиновности. Господа, сказал я наконец, когда они уже поднимались по лестнице, я счастлив, что рассеял ваше подозрение. Желаю вам всем здоровья и немного более учтивости. Кстати, господа, это очень хорошая постройка. В неистовом желании говорить непринужденно, я едва отдавал себе отчет в своих словах. Я сказал бы даже, что постройка попросту превосходна. Вкладки этих стен вы торопитесь, господа. Нет ни единой трещинки. И тут, упиваясь своей безрассудной удалью, я стал с размаху колотить тростью, которую держал в руке по тем самым кирпичам, где был замурован труп моей благоверной. Господи Боже, спаси и оброни меня от когтей сатаны. Едва смолкли отголоски этих ударов, как мне откликнулся голос из могилы. Крик, сперва глухой и прерывистый, словно детский плач, быстро перешел в неумолчный громкий протяжный вопль, дикий и нечеловеческий, в звериный вой, в душераздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством, и могло исходить только из ада, где вопиют все обреченные на вечную муку и злобно ликуют дьяволы. Нечего и говорить о том, какие безумные мысли полезли мне в голову. Едва не лишившись чувств, я отшатнулся к противоположной стене. Мгновение полицейские неподвижно стояли на лестнице, скованные ужасом и удивлением, но тотчас же десяток сильных рук принялись взламывать стену. Она тотчас рухнула. Труп моей жены, уже тронутый распадом и перепачканный запекшейся кровью, открылся взору. На голове у нее, разинув красную пасть и, сверкая единственным глазом, восседала гнусная тварь, которая коварно толкнула меня на убийство, а теперь выдала меня своим воем и обрекла на смерть от руки палача. Я замуровал это чудовище в каменной могиле. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Следующих работ Укладки ламината Изготовлению и установки подиума с выдвижной кроватью Утеплению и отделке лоджий Установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе Монтажу стен и потолков из гипсокартона Отделки вагонкой, панелями ПВХ Установки подвесных потолков Обращаться по телефону 8903-689-3623 Геннадий Анатольевич Геннадий Анатольевич Геннадий Анатольевич